Сегодня Сыктывкарский строитель провел заключительный матч первой домашней серии сезона. На льду эжинского спорткомплекса «Бумажник» подопечные Павла Франца принимали казанский клуб «Акбарс Динамо». На трибунах вместе со зрителями команду поддерживал глава республики Владимир Уйба. И чем все это закончилось, знает Алексей Корчмон. В этом сезоне строитель уже обыгрывал казанский клуб. В первом круге чемпионата более чем убедительная победа 1-5. И вот ответная встреча в Сыктывкаре. Гости намерены взять реванш и побороться за восьмую строчку плей-офф. На лед команду соперников выводит, кстати, сыктывкарец, капитан «Акбарс Динамо» легендарный Игорь Ларионов. 15 лет назад он выступал именно за строитель. Почти весь первый тайм команды играли от обороны, соперники часто удалялись, но воплотить численные преимущества в забитые голы строителю не удавалось долго. И лишь за три минуты до перерыва Дмитрий Фефелов открыл счет в матче. В перерыве в раздевалку к строителю пришел глава республики Владимир Уйба. Он наблюдал за матчем вместе со зрителями и решил лично поддержать команду. Начало второго тайма осталось за гостями. На 47-й минуте Сергей Ганн сравнял счет. Строитель ответил точным ударом с угла. Отличился Денис Горячев. За 15 минут до конца матча он же реализовал пенальти. 3-1. Казанцы, пытаясь зацепиться за ничью, бросили все силы в атаку. И за 12 минут до финального свистка Игорь Ларионов сократил счет, но не более. Сыктывкарцы довели матч до победы. 3-2. Поздравляю всех болельщиков, нашу команду, всех жителей с очередной победой нашей команды. И, конечно, считаю, что болеть надо. Именно не в кройке, не в больнице, а болеть на стадионе. Потому что это самая правильная болезнь, самое правильное место и время проведения. И эмоции всегда переполняет, когда ты смотришь живую. Тем более, когда побеждает сборная, своя команда, это вообще здорово. Для Владимира Уйба это первый визит на Ижинский стадион в качестве болельщика. И, очевидно, не последний. Хоккей с мячом – один из самых любимых видов спорта. Еще в детстве в городе Шадринск, Курганской области, он посещал матчи местной команды. И вот теперь строитель. Глава республики, да, был у нас в раздевалке. Спасибо ему огромное за поддержку. То, что в таком тяжелом матче, и когда заходит глава республики Коми в раздевалку, то это, конечно, ребят немножко взбодрило. А может быть, немножко и наоборот. Как-то мы, знаете, вышли второй тайм и допустили таких три грубейших ошибки, где, конечно, Казань должна была забивать. И игра, наверное, совсем другая получилась. Не в нашу пользу. Но, тем не менее, да, ребята собрались и все-таки показали, что мы можем играть в таких тяжелых условиях, на таком плохом льду, при поддержке главы республики Коми. Следующие четыре матча строитель проведет на выезде. Восточное турне ожидается сложным. Встречаемся с Кузбассом, Енисеем, Сепселимашем и Уральским Трубником. С последними двумя командами сыктывкарцы вполне могут рассчитывать на очки. На родной лед подопечные Павла Франца вернутся лишь 13 февраля. В гости к строителю пожалует Кировская Родина. Алексей Корчмалик, Юшков, телеканал Юрган.